МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телефончик оставь. Хорошо. В конце программы озвучу. Сегодня пятница, 15 июня. Завершается непродолжительная рабочая неделя. С чем вас, собственно, и поздравляю. И сразу же представить хочу первую тему. И наших первых гостей, гостей, наши специалисты в высшей степени, надо сказать, тема очень актуальна. Будет касаться многих и многих из нас. Потому что все мы, так или иначе, покупаем сельскохозяйственную продукцию. Некоторые из нас даже ее производят. Выращиваем сельскохозяйственную продукцию. И пытаемся ее еще реализовать. Сам недавно был в одном из крупных магазинов. Прогуливался по ряду, где представлены всевозможные саженцы, растения. Душа к этому тоже лежит. Немножко ходишь, разбираешься, прицениваешься. И мы с тобой из деревни оба. Из деревни, да. Все мы, по большому счету, выходцы из деревни. Итак, Сергей Беляев, руководитель территориального управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. Рады вас приветствовать. Сергей Васильевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, и ваша коллега Елена Полеснина, заместитель начальника отдела ветеринарного надзора, территориального управления Россельхознадзора, также по нашему региону и Удмуртской республике. Елена Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Мы тоже рады приветствовать, но напоминаю, что Россельхознадзор это общепринятое сокращение федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, так ведомство называется. Итак, давайте пройдемся по важной повестке дня. Мы знаем, что с 1 июля... С 1 июля вводится электронная сертификация на сельскохозяйственную ветеринарную продукцию. Звучит вот так вот, а я думаю, что как раз и объяснить, кого и как это коснется, мы сейчас попросим наших гостей, потому что звучит это как бы немножко, как будто бы нас и не касается. Так ли это? Ну, мы уже привыкли к тому, что государство вводит какие-то в последнее время новые электронные информационные системы, и нам говорят, что это упростит деятельность, контроль за этими вещами. Что-то там чипирует, но вот я не очень могу понять, как можно чипировать некоторые, так сказать, видов сельхозпродукции. Постараемся максимально просто, понятно нашим слушателям, нам, потому что мы далеко не специалисты тоже, и с конкретными примерами. Пожалуйста. Спасибо. С 1 июля 2018 года на всей территории Российской Федерации вводится электронная ветеринарная сертификация на всю животноводческую продукцию, которая выпускается сельхозтоваропроизводителями на территории Российской Федерации. Мясо и молоко? Мясо, молоко, молочная продукция, готовая продукция, животноводческая продукция, вся животноводческая продукция, которая выпускается на территории Российской Федерации, будет подлежать электронной ветеринарной сертификации. В чем изменения? Значит, что первое это изменение, во-первых, что будут оформляться электронные ветеринарные сопроводительные документы. Но это касается, в первую очередь, видимо, производителей, непосредственно сельхозпроизводителей и переработчиков. Обязательно, потому что считаю, что на сегодняшнем, вот на данный момент, на территории Кировской области, мы на сегодняшний день считаем, что область готова, в принципе, к переходу на электронную ветеринарную сертификацию. Речь идет о сельхозтоваропроизводителях, они готовы приблизительно на 94-95%, о мясоперерабатывающих предприятиях, готовность где-то на 96%, о рыбопереборщиках, это наиболее слабо подготовленное звено, считаю, это 8% подготовки по рыбоперерабатывающим. Это по Кировской области? Да. У нас их очень много? Нет, их не так и много, но и наиболее мы отстаем вот в этом плане. Предприятие на привозной рыбе, да? Насколько я понимаю, у нас нерыбный край, да? Нерыбный край, да. Делают из него продукты уже. Дальневосточная рыба, мурманская рыба, которая находится тоже под контролем Россельхознадзора, в частности, значит. Поэтому, значит, 1355 предприятий, это ориентировочно 93% от предприятий общественного питания, значит, которые тоже, соответственно, будут являться получателями животноводческой продукции. Значит, они тоже, соответственно, являются ее конечными, они будут гасить данную документацию, это, конечно, ее потребители. И у нас их на сегодняшний день, в том числе, это детские садики, это школы, это система образования, это, поэтому, вот, пользуясь случаем, очень хочется сказать спасибо, допустим, министерству образования за активную помощь при проведении вот этих подготовительных мероприятий, к проведению, подготовке электронной сертификации. А ход пользователей всего 4%, которые получили у нас, соответственно, код доступа, чтобы, допустим, и, значит, это производители, значит, соответственно, реализация кормов где-то в пределах 91%. Поэтому в среднем, вот так, по подсчетам, область готова на 80 ориентировочно процента. Но это, наверное, рыба процент портит. Вот, и, нет, еще у нас есть, так, вот, знаете, вот, мелкие эти, кафешки, вот эти вот, шашлычки, которые, допустим, вот, вот они не очень активно идут на внедрение вот этой электронной сертификации. Но этим все равно придется переходить? Естественно, я считаю, что это, ну, как говорится, будем говорить, существенные роли они не играют, очень важно, что мы вот те, которые категории перечислили, самое главное, что они... Ну, они большую часть рынка охватывают, да. Они большую часть охватывают продукцию, они большую часть производят продукцию, они существенно влияют на сельхозвязательный рынок области, вот, и поэтому, соответственно, очень важно, чтобы они были готовы. А давайте сейчас вот... Сергей Васильевич, вот, как раз хотел уточнить, смотрите, вот, переходят на электронные сертификаты, да, то есть это вот, вот, условно говоря, нас это как коснется? Никак. Как потребителей, да? Как потребителей. То есть мы же, вот, сейчас вот, условно говоря, некоторые из нас там, ну, спрашивают, у вас есть сертификат на эту продукцию, там, достают бумажку, показывают, у нас есть сертификат на эту продукцию, да? Продавец обязан предъявить эти документы. Обязан. По требованию. Обязан. А насчет электронных-то как мы будем? У них, ну, допустим, вот взять торговую систему, ну, давайте говорить о том, что как каждого касается человека. Поближе, пожалуйста. Извините. Как каждого человека касается, вы говорите, не коснется. Вот я как раз спрашиваю, да, вот. Напрямую коснется. Почему коснется? Да потому что внедрение вот этой электронной сертификации позволит нам исключить из оборота ту продукцию, которая вообще не должна попадать потребителям. То есть, я буду говорить некачественную, фальсифицированную, которая произведена не так, как она должна производиться. Ну, например, я вот что? Вот, например, молочная предприятие. Давайте, да. Вот молочная предприятие. Ну, чаще всего на молочку в плане фальсификации жалуются, да? Да. Как мы привыкли. Каждого касается. Касается каждого, какую продукцию мы употребляем, правильно? Так вот, смотрите, на производство одного килограмма масла надо 20 килограмм молока. А произведено, допустим, из этого количества полтора килограмма молока. Значит, полкилограмма – это уже. Ну, добавление чего-то. Здесь можно применять и сухое молоко, и растительные жиры, и, соответственно, и все. Человек покупает, платит так, как положено, как немаленькие деньги. Допустим, взять действительно наших пенсионеров, наших именно социальных групп людей. Они отдают эти деньги последние. В итоге они покупают и едят что? Они едят некачественную продукцию. Очень тогда, если введение вот этой электронной сертификации, то есть от фермы, допустим, от поля до прилавка, от фермы, производится молоко, уже оформляется ветеринарно-сопроводительная документация, которая, соответственно, идет с сопровождением на груза, соответственно, поступает на молочное предприятие. И очень просто. Сколько молочное предприятие получило молока, и сколько же оно выпустило фактической продукции. Все. Вся разница между полученным молоком и продукцией признана фальсификатором. И больше произвести никакое предприятие не может. Поэтому каждый человек, когда эта система внедрится, допустим, и будет работать по полной программе, я не называю, допустим, крупной торговой системой, если вы следите, вы же видите, как возражают многие против введения. А почему они возражают? Мне говорят, что Сергей Васильевич, с 1 июля исчезнут многие продукты. Да исчезнут те продукты, которые там вообще быть. Фальсификатор, да? Фальсификатор. Фальсификатор. Исчезнет только тот продукт, я считаю, который вообще не должен здесь быть. Он не должен вообще лежать. Ведь, смотрите, мы, вы говорите, каждого не касаемо. Вот, допустим, ведет управление работы по фальсификации. По выявлению. По выявлению фальсификатор, да. Фальсифицированной продукции, которая производится на территории Кировской области. Мы эту работу ведем по поручению заместителя представителя правительства Дворковича, еще тогда было, когда мы исследовали молочную данную продукцию, начиная с 2016 года по поручению правительства. Мы тогда, в принципе, проверили почти 94 пробы молочной продукции. Это был 2016 год. И процент выявления фальсифицированной продукции был в пределах 30%. То есть, каждая третья пачка масла фальсифицирована? Каждая третья пачка. Как, допустим, вот, если вы заходите, вы говорите, вот, заходите в магазин, лежит парочка масла. Как правило, бросается что в цену? Стоит 200 граммов, а цена его? Ну, резко отличается. Там бывает не по 100, а бывает и по 60. Да, бывает и по 60. Это уже само по себе вызывает у человека подозрение. Не должно вызывать подозрение, почему такое масло, и по какой цене. Оно что, из другого молока произведено? Или оно не так доставлено? Или себестоимость его совсем другая? Какая продукция? Так вот, это продукция. Ну, и быстренько стали повышать цену. Быстренько стала выравниваться цена. Вот, когда? В 2017 году уже, да? Вот. Так вот, и в этом году мы тоже уже 45 пробы проверили, да? Мы 45 пробы проверили фальсификатов. Соответственно, там было в пределах 28 тоже где-то процентов выявления молочной продукции фальсифицированной. То есть, по-прежнему много фальсификатов. Да, но что надо отдать должное? Она из-за предела в области. То есть, это не наша? Она не наша. Она производства московская, саратовская, ленинградская, новгородская, южане оттуда, соответственно. Вот. И вот эта продукция попадает в фальсифицированную. Она уже выявлена, она уже доказана. И, конечно, радует то, что это не наш производитель, не наш, как говорится, тот, кого. Поэтому вся вот эта информация по всем вот этим предприятиям отправлена в те субъекты, где мы обнаружили, допустим, мы в тот субъект отправляем. Всю информацию, где мы нашли, сколько мы нашли, почему нашли. Сергей Васильевич, ждем вопрос и сделаем небольшую паузу. Ну, может, вопрос немножко отвлеченный. Вообще, в принципе, фальсификат. Вот мы произнося это слово, имеем что-то негативное, противозаконное. А хотя ведь это не противозаконное. Законы-то позволяют этим торговать? Там ведь вопрос в названии, наверное. То есть, если это называется масло, то должно быть масло, да? Нет, там есть, понимаете, есть же различные категории. Есть, например, сырный продукт. Да, но мы раньше все привыкли, было молоко, сейчас молочный продукт. Там есть масло, есть спред. Спред, слово такое, да. Ставропроизводители идут на различные ухищрения. Они все равно не имеют права продавать эту фальсифицированную продукцию, потому что за это очень хорошие административные штрафы. За это в законодательстве закреплено. Когда, буду вот называть, все-таки одно из наших предприятий попалось, было у нас такое на территории Кировской области, дело завершилось арбитражным судом. Все обычно судятся, и сейчас судятся невероятно вообще за все. Не признают, что что-то там добавили. Не признают, да. Вот решение арбитражного суда данному предприятию 100 тысяч рублей. Штраф 100 тысяч есть, из-за чего судиться? Да. И сейчас стоит вопрос об ужесточении данных штрафов, об увеличении их сумм, чтобы вообще... На законодательном уровне, да? На законодательном уровне, чтобы именно ужесточить вот эти штрафные санкции, чтобы было непровадно заниматься. Так вот, если мы введем вот эту электронную сертификацию, контроль будет осуществляться от самого животного, не просто на продукцию, а от каких животных произведено, какое их эпизодическое состояние. Эти все формы в электронной сертификации предусмотрены, и они только заполняются специалистами. Хорошо, мы продолжим нашу беседу. После небольшой паузы у нас руководитель теруправления Росельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике Сергей Беляев и замначальника отдела ветеранового надзора, также теруправления Елена Плеснина. Полминуты у нас, и мы вернемся. Электронная сертификация сельхоз и ветеринарной продукции с 1 июля 2018 года должна эта система заработать. Я правильно понимаю, да, раз уж мы говорим о молочной продукции, вот подоили корову, специалист сразу же там на ферме заполняет, да, сколько надоили молока. Елена Владимировна. Елена Владимировна. Да, вы же специалист ветеринарного надзора как раз. Это вообще ваш конюр должен быть. Давайте чуть подробнее, как это происходит. По законодательству у нас предусмотрено, что каждый месяц проверяется животное на наличие инфекционных болезней. Кроме того, каждый день происходит клинический осмотр животного. Он должен быть здоров. Это специалист ветеринарного? Ветеринарная служба государственной службы дает заключение о том, что животное здорово и что они могут производить молоко на реализацию. Затем специалист хозяйства, получивший доступ для работы в данной системе, выписывает ежедневно на каждую партию сопроводительный документ, подтверждающий качество и безопасность. Молоко безопасное? Он поступает на перерабатывающее предприятие с сопроводительными документами, что берет во внимание предприятие переработки, дополнительно проводит необходимые производственным контролем исследования для подтверждения того, что получается дополнительный контроль. И наше участие в этой цепочке – это постоянный мониторинг. Мы отбираем сырое молоко для мониторинга, отправляем в аккредитованные лаборатории для проверки наличия вредных веществ. То есть получается такой двойной, даже тройной контроль. Тройной контроль. Производитель контролирует, переработчик контролирует, и вы еще контролируете, мониторите эту ситуацию, да? Да. Все эти сведения заносятся в единую систему. То есть выписать документ, имея… Электронную систему. В электронную систему. Выписать документ на некачественную продукцию просто-напросто не позволит сама система. То есть сразу заблокирует? Отсечет. Отсечет, да? То есть как бы вот прибавить по количеству или там по качеству лучше ничего не получится? Если мы произвели с вами 5 тонн молока, мы не можем на предприятие привезти 10. То есть то, в чем предприятие, по идее, я бы заинтересована, чтобы как бы показать, что мы много молока переработали. Увеличить объемы, да? Везли и замазы выпустили. Здесь не получится. По дороге воды налили туда. Не получится, да. У нас просто-напросто система половину разрешит выписать документы, а на вторую половину не позволит. Вот нам подсказывают вопросы наши коллеги. Ну, по-моему, Сергей Васильевич уже ответил, как введение электронной сертификации защитит нас от фальсифицированной молочной продукции. Вы сказали, что эта продукция вообще с полок должна исчезнуть, по идее. Вообще. Вообще. Вот так и защитит. Ее просто не будет. Она исчезнет как таковая. Ее просто не позволят производить. И вот мало того, что мы сейчас ведь работаем пока эта система внутри, ведь страны. Но если, допустим, а в перспективе, даже если вот из-за пределов страны поступает, допустим, сырье, допустим, это все. То есть, то есть, Белоруссия. Да. Если данная страна не работает в системе вот этой прослеживаемости от животного до... Она просто не поступит в Российскую Федерацию. То есть, контроль тогда будет уже как бы сквозной и там, на той территории, да? Да. И вот то, что вы сказали, вот, допустим, вот, то, что вы с Ильей Владимировичем говорили о контроле. То есть, вот, допустим, предприятие, которое производит такую продукцию, оно должно осуществлять по существу три вида контроля. То есть, предприятие должно само производить у себя производственный контроль, мониторинг за счет своих собственных средств. А потом, региональный мониторинг, субъектовый. Каждый субъект должен проводить тоже мониторинг свой. И третий контроль, мониторинг, это федеральный. За счет федеральных средств. Федеральный мониторинг бесплатен. А как это физически-то будет, что какие-то сотрудники федеральных ведомств, специальные... Это мы, видимо... Этим и занимаемся. Вы этим будете заниматься. Мы этим занимаемся. Региональное управление ветеринарией субъект. И субъектовая лаборатория есть, Кировская областная лаборатория. То есть, в принципе, эта система тоже работает. Она работает. Она потом очень важна будет для тех предприятий, которые еще будут планировать поставлять продукцию за пределы Кировской области. В ИВР, АЗС или в другие третьи страны. Если они этого не будут делать, они просто не будут вывозить отсюда продукцию. То есть, там такие же будут требования, что все должны быть в этой системе. Аналогично. Аналогично. То есть, это получается контроль перекрестный или как раз сказать. Еще один немаловажный вопрос. Не знаю, насколько уместно именно вам его задавать. Но как не так давно у нас была посвящена как раз-таки передача производителям молочной продукции. У нас были местные кировские в нашей студии. Они как-то, ну, мне показалось, что не ответили на вопрос, насколько это удорожит конечный продукт. Станет ли дороже. Вы прокомментируете вот это введение, вот это введение, вот это введение, вот это введение, это электронные системы. То есть, какие-то дополнительные затраты получатся у них. В любом случае, как нам кажется, производители что-то должны будут дополнительно смотреть. Скажите, вот, например, в Терровской области, когда я еще был начальником службы, где-то около 5 миллионов рублей уходило на то, чтобы приобрести ветеринарно-сопроводительную документацию. На бумажном носителе. То есть, когда она, и сейчас она еще оформляется на бумажном, уходило ориентировочно еще в ценах, там, 90-го года, где-то 5 миллионов рублей тратили мы на то, чтобы приобрести вот эти ветеринарно-сопроводительные документы. Если сейчас, я считаю, что вот данное введение данной программы, во-первых, конечно, сейчас обучение, допустим, специалистов, которые смогли бы работать в данной программе. Это раз. Кстати, чем я не ищу рекламу, а то, чтобы люди знали, куда обращаться. Обращайтесь в Россельхознадзор. Мало того, что в 20 районах провели семинары, в 20. Обучающие уже. Обучающие, да? Обучающие, да? Это специалисты конкретных предприятий, да? Специалисты Россельхознадзора. А, Россельхознадзора. Нет, пообучали-то специалистов предприятий. Обучали-то специалистов предприятий. Вот 19-го числа специалисты вятки плем. Абсолютно это им ничего не станет. Абсолютно это бесплатно. За это денег федеральная служба брать не имеет права и не берет никогда. И будем обучать именно не просто вот как, что вы должны сделать, а именно с показом на компьютере, как они должны работать, как они должны заводить эту информацию, как они должны все это делать. Когда мне говорят, что, Сергей Васильевич, будут сложности, там интернета нет. Для этого работают... Или там человеческий фактор, да? Да. Вот для этого есть правительство области, которое свои функции в этом плане исполняет. Недавно застаешься в рабочей группе, вот под председательством Алексея Алексеевича Котлючкова. Целый ряд поручений. Глава муниципальных образований. Что подготовить к 15 июня? Что они должны сделать? У архтехники оснащены все. Но интернет-то они же не могут обеспечить. Интернет на каждой районной станции, каждая районная станция обеспечена интернетом. Это районная станция, а предприятие? Да. Если определены сейчас уже места постановления правительства области, те места, где не работает интернет на территории Кировской области. То есть на этот вариант и то, что вы сказали, человеческий фактор, мало ли что-то там произошло, или какое-то стихийное бедствие, или там нет интернета, или что-то там, ну что-то случилось из ряда выходящего, МЧС, что-то происходит, по их линии произошло. Там предусмотрена выписка ветеринарно сопроводительных документов на бумажных носителях. В таком случае, чтобы не было вот таких вот вещей, потому что продукция скоро порчишься, ее надо быстро доставить. Определенные условия для хранения, перевозки нужны, конечно. Ну то есть получается так, что они могут выписать на бумаге, а потом уже на следующем этапе это все равно. Все равно оно все равно возьмется на контроль и будет. Но чтобы оно не шло, вот вдруг ниоткуда появилось. Я правильно? Вы дополняете. Вчера был как раз такой вопрос. Не было интернета на одном предприятии. Вчера совещание какое-то вы проводили? Нет, это был звонок по телефону. Предприятие, производящее местные полуфабрикаты, звонило по поводу, что не было день интернета и не смогли выписать документы на партию. И спрашивали, что нам делать. Вот я им объяснила, что у нас никто не исключал бумагу, а затем вносятся в систему и работают по отработанной системе. Ну это, видимо, можно аналогии проводить с единой государственной автоматизированной информационной системой. Там ведь тоже сначала думали, как для мелких населенных пунктов, для отдаленных населенных пунктов там и сделали поможем. Это эгоист когда был, говорили, что это тоже невозможно, это тоже нельзя, каждую бутылку посчитали. И когда говорят, что что-то не работает, что-то технически отладится, оно отработается, потому что, если президент сказал, надо выполнять, я так вот уже вижу, они обсуждают, потому что мы прообсуждаем, в итоге мы отстанем. А эгоист сколько лет уже работает? Сколько? Лет пять не меньше. Лет пять не меньше. Сейчас как-то все к нему уже привыкли, никто не ворчит, не шумит, не сомневается. Так и здесь будет. Это просто вот здесь, конечно, это можно сравнить с революцией. Это ломка полностью. Сознание должно произойти, мышление. Всю жизнь жили вот так, а теперь должны вот так. Так вот я хочу, чтобы люди поняли, что больше переноса не будет. Если вот тогда, когда перенесли с 1 января на 1 июля, ведь уже шло. Мы ведь уже в Кировской области, если мы вот в этом, в январе оформляли только 739 тысяч ориентировочно вот этих электронных сертификатов, то уже сейчас вот за май месяц их более миллиона 100 тысяч оформлено. То есть постепенно люди привыкают. И я к тому, что вот не надо ждать 1 июля. Вот если перешли уже 90, уже более 90% сопроводительных документов в Кировской области оформляется без документов. В электронном виде, да. Так вот, те, кто не перешел, переходите, есть 15, вот оставшиеся 15, используйте их для того, чтобы отработать. Что-то не пошло, обратитесь в Руссельхостнадзор. Мы вот готовы в редакции телефоны все оставить и мобильные. Мы обязательно их ходим. Да, я думаю, ваши телефоны знают из редакции как. Да, нет, потому что когда было два телефона, которые мы пустили сюда на электронную сертификацию, нельзя было дозвониться в управление, потому что связь, как говорится, обрывалась, ведь все-таки почти 4 290 субъектов хозяйствующих, которые должны, которые числятся в системе Цербер, и которые должны в управлении получить код доступа для работы вот в этой электронной системе. И вот сейчас вот, и они должны тогда, мы сделали тогда и телефоны дополнили, собрали телефоны, которые в управлении сотовый, и все отдали в ветнодзор, чтобы разгрузить, чтобы доступно было людям. И помимо этого сейчас вот в управлении создана, по указанию центрального аппарата, создана рабочая группа, которая функционирует круглосуточно, которая звонки предприниматель может сделать совершенно свободно. Давайте озвучим номер телефона для принимателей, телефона, по которому можно ночью позвонить. Да, ну вот я... Хорошо. 8-922-993-89-05, 922-942-17-18, 922-907-88-35, и стационарные телефоны 64-88-41 и 64-58-27. Пять телефонов, да? Да. Эти телефоны, это мы уже уменьшили, потому что... Стационарные, не круглосуточно, но часов до восьми мы бываем на месте. Если надо, будет в управлении круглосуточно работать. В зависимости от того потока справятся в рабочее время люди, значит, работаем. Но никогда это не будет причиной того, что... Помимо этого доступен сайт управления, где печатается вся информация, которая приходит из центрального аппарата, которая касается деятельности управления, которая касается деятельности по вопросам электронной сертификации. Вся информация доступна на сайте управления. Любой может сейчас войти и получить доступ к данной информации. Да, у нас небольшая реклама сейчас. Напоминаем, что мы беседуем с Сергеем Беляевым, руководителем телеуправления Ростелихознадзора по Кировской области и Мудмурской республики. И также с нами Елена Плюснина, замначальника отдела ветеринарного надзора телеуправления. Полтора минуты на рекламу и продолжим беседу. Давайте продолжим наш разговор. Электронная сертификация селихозветеринарной продукции. Мы, надо сказать, еще кое о чем хотели поговорить, тоже о важном, но как-то вот все тянет вопрос задавать именно по этой системе. Я немножко, Сергей Васильевич, там недопонял, как-то термин использовали. Конечные точки общепита, детские сады, школы. Они будут гасить. То есть это конечная точка, где завершается путь. Давайте поподробнее об этом, что имеется в виду. Елена Владимировна, помогайте нам. Ну, мы понимаем, что вот до конечного потребителя добирается продукт. До конечного реализатора, видимо, все-таки. И что происходит там? Конечным он является, так как дальше не нужно выписывать сопроводительный документ. Ну, все, ребятишки съели и все. Получили вообще пит, переработали продукцию. Почему сразу ребятишки? Ты тоже, наверное, можешь съесть. У нас основной источник питания, все же продукция животного происхождения. Итак, да. В разнице точно так же не нужно выписывать ветеринарные сопроводительные документы для реализации потребителю, частному лицу. Поэтому мы называем конечным пунктом. Они получают продукцию, документ гасится. То есть, опять же, заходят в систему? В эту же систему. Вот как раз говорят об удорожании. И когда мы приезжаем на проверки конкретно по точкам, по субъекту, задают вопрос. Точно так же надо нам покупать, как в ЭГИСТе, какую-то систему, платить определенные деньги. И ответив на вопрос, что это совершенно бесплатно, что нужно только иметь доступ в интернет, все... То есть, здесь получается дешевле, чем в случае с ЕГИСТом, да? То есть, специальное оборудование уже не нужно. Все очень приятные новости. Облегченно вздыхают. Выдыхают, вернее. Воспринимают это. А насколько это трудоемко на этом, на конечном пункте? Заполните ли совершенно такое несложное дело? Это очень быстро. Очень быстро, да. Проверяют продукцию еще раз на соответствии с документом. И нажимают две кнопки. То ли пришло, в том ли объеме поступило, есть ли все эти... От того ли производителя. От того ли производителя, да. То есть, свериться еще раз. И хочется еще раз плюс этой системы отметить в том, что если изначально, когда было все на бумажном носителе, приходил документ, и, к сожалению, он был оформлен неверно, признавался недействительным, нужно было ждать, когда придет следующий документ, подтверждающий безопасность продукции, и только тогда он выходил в реализацию. В настоящее время, пока документ не погашен, он поддается редактированию. И вот как раз, о чем мы говорили с вами, человеческий фактор, там написали, не тут дату, допустим, поставили. Совершенно случайно человек нажал, поторопился. Такое бывает. Можно, сообщив поставщику, исправить это буквально в несколько секунд. Еще раз. Согласен, что-то добавить хотите? Нет, я к тому, что вот еще действительно, пользуясь вот таким случаем, я еще раз говорю. Вот, допустим, были молокопроизводители, да. Пожалуйста, молочный союз есть. Только, пожалуйста, заявку, дату проведения именно практического семинара по обучению, и всегда выйдут люди в любой момент. И не просто там, допустим, вот, а с показом, как нужно работать, что нужно делать. Именно, и вот такие, вот сколько у нас в торгово-промышленной палате прошло таких семинаров? Три? Да. Да. Так вот, три семинара прошло. Выставляется техника, выставляется оргтехника, выставляется все. И люди делают сами. Вот такие семинары. Мы ушли просто уже о рассказах, что такая система, а уже идет показ, как же в ней работать, как же в ней делать, и какие вопросы вот эти возникают, именно технического плана или еще чего. Как это все преодолеть? Я говорю, вот завтра, 19-го числа, рядка племб, все племенные хозяйства области будут за техники на обучение. Будем обучать, будем рассказывать, будем учить всему. Пожалуйста, заявку. Фат Мударисович Хайрулин. Да, да, да. Фат Мударисович обратился, и идем на встречу, и 19-го мы проводим. Любое обращение, любой район, который, допустим, муниципальное образование, если вот есть такая необходимость, выйдем немедленно, отказа никакого нет и не будет. Сергей Васильевич, тема, вот извиняюсь, все-таки горячая. Горячая, а наши коллеги подсказывают. Да, это звонки от слушателей, да, вот просто момент интересный. Он пишет, звонит, точнее, некто Владимир, да, он пишет, что делать со всем мелким производителем, которые, допустим, выпегают растягай внутри рыбы, им придется включаться в систему. Салаты кто делает внутри майонез с яйцами из одного ингредиента, придется включаться в эту систему. Кроме того, они говорят, что многие магазины на ходу принимают товар, как я здесь сейчас выпишу свидетельство на 10 пирожков, да, вот условно говоря. То есть те, кто мелкотоварным производством занимается, они говорят, что какая-то сложность возникает. Так ли это? Поэтому вопросы я могу ответить следующее. У нас существует перечень продукции, на которые необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы. И вот как раз пирожки у нас в этот перечень никак не входят. Даже если они с мясом? Они будут у нас с вами относиться как раз к той категории конечных получателей. Они должны будут получить качественную продукцию, погасить ветеринарный сопроводительный документ и после этого использовать в своем производстве полученный продукт. Так что беспокойство излишне. Ну, беспокойство, оно не излишне. Люди беспокоятся, это понятно. Просто надо получить ответ. Ну, то, что вот эта проблема, она как таковой, ее нет. Просто люди еще... Не совсем поняли, система может быть. Поэтому, если я еще раз говорю, есть вопросы у управления Росельхознадзора, пожалуйста, в любое время. Меликомбинатовский, Проезд 8, напоминаю. Лерина 80. Я думаю, такой вопрос можно просто по телефону задать и объяснять. Да, да, есть координаты, есть телефоны, в любое время. И еще я хотел, чтобы вы пояснили, вы там, когда... А вот погоди, погоди, Володь, вот насчет еще бесплатности. Да, я как раз пропустил. Партнеры Росельхознадзора, Владимир пишет. Контур. Есть такой у вас партнер? А что такое партнеры вообще? Что за понятие партнеры Росельхознадзора? Да. Что такое партнеры? Вот они говорят, что хотят за это денег. 95 тысяч в год, по моей информации, маленький кулинария, это не под силу. Не знаете ничего про такого партнера? Нет. Я вам скажу так. Есть коллеги, есть те, с кем мы работаем, есть партнеры. Я услышал первый раз. Но мы готовы быть и партнерами. Ну, у нас же сюда, сами понимаете, в нужный момент появляются необходимые партнеры всегда. Посредники. Да, посредники. Это просто вот что... Незваные. Да, 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 да. Это очень хорошо, что вы сказали на это. Я считаю, что если возникают какие-то партнеры и возникают какие-то... Обращайтесь непосредственно прямо в Росельхознадзор, и я думаю, партнеры исчезнут, которые здесь не нужны. Ну, да, вполне логично сделать такое предположение, что общение напрямую растает. Личные вопросы всегда ставятся. Да, еще, да, прошу уточнить, когда вы говорили о процентах готовности к внедрению информационной электронной системы, как-то вы об общепите сказали, что не слишком активно. А что нужно вот сейчас руководителям общепить делать? Этих небольших шашлычек там небольших денег. Поясните конкретно. Слушайте нас сейчас, к примеру, о чем договариваться, связываться с Росельхознадзором? Им нужно обратиться в управление Росельхознадзора и получить код доступа для работы в системе Меркурий. Вот и все. Вот единственное, что мы... Я ведь не зря сказал вначале, что мы более полутора тысяч отправили писем именных. Не просто вот так вот, а именных по адресу на ИП, на юридическое лицо, именными. Что нужно сделать? Полторы тысячи ушло таких заказных писем по адресам, которые мы, соответственно, мы же имеем, базу данных. Я тоже хотел спросить, где базу-то взяли вы? Так слушайте, в управлении работают столько лет. Конечно, мы же все-таки. Поэтому полторы тысячи таких писем, которые люди получили заказными, именными, и никогда из них никто не сказал, что я не знал, я не видел, я не слышал. Вот эта конституционная информационная поддержка, она будет проводиться и далее. Да, после первого июля, после внедрения. Я так понял, что, как говорят, до последнего клиента работает заведение. То есть пока есть люди с вопросами, будет проводиться какая-то поддержка. Пока не отладим все. Пока есть процесс. И самое главное, люди, чтобы знали, что они не одни, что есть те, кто это поможет. А санкции предусмотрены, кстати? Санкции предусмотрены. Санкции предусмотрены. Но вот недавно видел законодательную инициативу о том, чтобы на первое время не штрафовать. Переходный период. Да, на переходный период. Но пока никакой такой установки нет. Поэтому там предусмотрены штрафные санкции, если отправляясь в продукцию. Без электронного сертификата. Без электронного сертификата. А серьезные ли штрафы? Без электронного сертификата. Или на него? Ну, хотя бы порядок. У нас предусмотрены административные штрафы за реализацию продукции без сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность. Это было. Насколько серьезные штрафы? То есть раньше это был бумажный вариант, сейчас электронный, но про штраф-то остался тот же самый. Штраф остался тот же самый. А насколько серьезная там сумма штрафов? За реализацию без документов у нас предусмотрен штраф на физлицо от 500 до 1000, на должностное от 3000 до 5000, и на юридическое лицо от 10 000 до 20 000. За перевозку они наиболее весомые, 3-5 тысяч накладываются на физическое лицо, на водителя, перевозящего груз, так как особую опасность предоставляют для распространения заболеваний. На должностное от 30 до 40 тысяч, и на юридическое лицо от 200 до 500 тысяч. До полумиллиона. Да. Ну, это да. Цифры серьезные, конечно. 400 ответов. Да, еще раз повторимся. Для тех, кто заинтересовался сегодняшней информацией, прозвучавшей, она касается непосредственно вашей деятельности. И добро пожаловать в Россельхознадзор, все объяснят, все произойдет. Звоните, приходите, задавайте вопросы. Не успели мы поговорить о многих других вещах. Придется еще раз встретиться. Эпизоотическая обстановка. Сергей Васильевич, вы не против? Состояние растений, животных. Мы вас приглашаем в июле непосредственно. Да, заодно уже будет понятно, какие-то первые итоги будут обсудить. Спасибо за эту познавательную беседу. Сергей Беляев, руководитель Китер управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республики. И Елена Плюснина, замначальника отдела ветеринарного надзора Теруправления Россельхознадзора по нашему региону и Республике Удмуртия. Спасибо, всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.